Добрый день, дамы и господа, меня зовут Кирилл Козырев, я являюсь представителем компании IBM, занимаюсь флеш-направлением и сегодня я хочу вам рассказать про нашу замечательную портфолио решений по блочному хранению данных на базе флеш-технологий. На самом деле в нашем портфолио куда больше продуктов и про часть из них сегодня расскажет мой коллега Саша Лазицкий, тем не менее, чтобы вы просто понимали, полный стэк решений IBM, здесь даже на одном слайдике не помещается, это и хранилища для мейнфреймов традиционные, виртуализаторы систем хранения данных, которые построены на базе того же самого стэка ПО, на базе которых построены наши флеш-решения, о которых мы сегодня будем говорить. Есть специализированные решения, как аппаратные, так и в виде Software Defined Storage, направленные на хранение объектов, файлов и куча-куча всевозможных продуктов, которые обеспечивают полный жизненный цикл информации внутри корпораций. Это и архивирование, и бэкап данных, это и многоуровневые хранилища, в том числе с использованием мультиоблачных сред, естественно специализированные решения для консолидации хранения, интеграции снимков мгновенных с приложениями, работа с контейнерами. Все это, все вы найдете в продуктах компании IBM, поэтому если что-то мы сегодня не закроем, что-то не расскажем, вы обязательно к нам обращайтесь, и мы с вами с удовольствием поработаем над темой того, какое решение IBM является эффективным для конкретного вашего случая. С точки зрения маркетинга, нашу портфолио живет уже не первый год под слоганом «Storage made simple». Почему мы считаем, что это очень важно? Дело в том, что упрощение всего портфолио до понятной экосистемы являлась нашей первоочередной задачей уже многие годы. Мы считаем, что то, что творится в продуктовых линейках других фендеров, не является здоровой темой. Смотрите, у наших конкурентов по несколько хранилищ, которые закрывают одинаковые задачи у заказчика. И с точки зрения жизненного цикла продуктов, с точки зрения разработки и распыления своих ресурсов внутри компаний, это неправильная история. У компании IBM все эти замечательные решения закрыты одной линейкой спектром Virtualize. На базе этого ПО построены все наши решения по хранению данных на базе Flash. Сегодня про то портфолио, о котором мы говорим, тоже построено на базе этого ПО. Отдельно существуют виртуализаторы систем хранения данных, которые тоже построены на этом ПО. И в целом данное направление развивается у IBM более 17 лет. Мы имеем более четырех поколений аппаратных решений, которые построены на базе данного ПО. По сути, на данный момент в нашем портфолио есть системы начального уровня, традиционные системы хранения данных с SaaS-бэкэндом и новинки на базе NVMe. Тем не менее, это уже второе поколение систем хранения данных в портфолио IBM, которое построено на базе NVMe front-to-end технологий. Таким образом, IBM был первым вендором, который вообще перешел полностью на NVMe в своих mid-range и high-end Flash-системах. Тем не менее, поговорим в больших деталях про то, что умеют наши хранинки. А имеют они, на самом деле, все, что нужно от системы хранения данных на данный момент. Это и поддержка всех возможных гипервизоров. Мы работаем и с контейнером, и с VMware, и с Windows, и с Linux возможными. И это и поддержка трехсайтовых репликаций. На самом деле, достаточно уникальная функция с точки зрения вообще систем хранения данных в mid-range сегменте, не говоря уже про WAN. Естественно, технологии тиринга, переносы горячих блоков между уровнями хранения для того, чтобы эффективно повысить, эффективно хранить данные, повысить эффективность их хранения на правильном уровне. И, естественно, миграция данных с внешних систем хранения данных. Все это доступно, так же, как и системы создания снимков мгновенных, полных, и с точки зрения интеграции этих снимков с приложениями. Все это может даже наши самые младшие системы хранения данных. Система хранения данных 50-30 от 50-10 отличается всего лишь чуть большей производительностью. И возможностью кластеризироваться. На самом деле, в портфолио IBM далеко не первое поколение систем хранения данных, которое умеет кластеризироваться. 17 лет ровно столько у нас живет продукт IBM Send Volume Controller, решение по виртуализации внешних систем хранения данных. И вот оно умело кластеризироваться еще тогда в незапамятные времена. На самом деле, взрослость нашего портфолио позволяет нашим заказчикам не беспокоиться о том, что функции, которые мы используем сейчас, они проверены не только перед выпуском решения, но и, собственно, большим жизненным циклом наших решений. Естественно, наши хранилки поддерживают quality of service. Естественно, тонкое выделение томов. Это даже уже не обсуждается. И также, начиная с системы хранения 50-30, мы умеем делать так называемую расширенную эффективность хранения данных Data Reduction Pool. Компрессия, дедубликация по выбору для разных томов доступны для активации даже на маленькой системе хранения. Очевидно, что не ко всем профилям нагрузки подходят подобные технологии, и всегда надо учитывать то, что нам нужно, что нам важнее. Эффективность хранения данных или производительность. Начиная с системы 5.100, мы уже говорим про полностью NVMe системы хранения данных. Внутри контроллера ставится 24 NVMe диска. Дальше можно расширять систему хранения данных за счет полок расширения на базе SAS. Почему SAS на полках расширения? Да потому что мы полностью выбираем всю необходимую производительность уже в контроллере системы хранения данных, уже внутри этих 24 дисков. Больше просто физически не может обеспечить PCI-Lane наше текущее поколение Intel процессоров, на базе которых построены наши контроллеры. Если другие виндара будут вам говорить, что они могут расширяться за рамками полки расширения с использованием одного или двух процессоров Intel, они, наверное, лукавят, и качество обслуживания каждого последующего носителя будет деградировать значительно. Мы за то, чтобы повысить эффективность хранения, поэтому 24 модуля внутри контроллера являются NVMe. Они имеют полное подключение по NVMe к каждому из контроллеров. У нас есть четыре пути к нашим контроллерам, обеспечивая максимальный параллелизм, максимальную производительность. Наружу мы также поддерживаем RDMA, традиционные Fiber Channel с, собственно, технологией SCASE и, естественно, NVMe over Fiber Channel. Мы были одними из первых, кто предоставил подобного рода функционал на рынке, и мы были первыми, кто полностью перевел свой модельный ряд на NVMe в системах mid-range и high-end flash-класса. Что еще уникального в этих системах хранения? Наверное, та самая пресловутая виртуализация. Если в маленьких системах мы можем делать только миграцию данных с внешних хранилищ различных вендоров, то в системах, начиная с 5.100, мы полноценно можем виртуализировать внешние ресурсы хранения. Что еще могут делать данные системы? 5.100 кластеризируется до двух пар контроллеров, 7.200, 9.200, до четырех пар контроллеров. Что это значит? Значит, помимо вертикальной масштабируемости традиционной с помощью полок расширения, мы можем горизонтально масштабироваться. Это будет полноценная система с единой точкой управления, с повышенной производительностью. Мы можем параллелить свои задачи, гибко их мигрируясь между контроллерами. Все для того, чтобы максимально гибко позволить заказчику подобрать оптимальную систему хранения данных для своих задач. Что интересного поддерживается в этих системах, это два уникальных типа носителей. Первое – Storage Class Memory. И второе – IBM Flash Core Module. Про них мы в больших деталях поговорим, потому что это дифференцирует нас от всего остального рынка. Здесь приведены всевозможные параметры хранения. Хочу сказать сразу, что презентация будет доступна в виде отдельного PDF-файла. Там сможете поизвешать все вопросы. Тем не менее, хочу еще раз подчеркнуть, что у нас непрерывная линейка систем хранения данных. И вы всегда сможете найти оптимальную хранилку, понимая свои задачи. Обращайтесь к нам, к нашим партнерам, и поможем подобрать ту хранилку, которая точно подходит вам. Но вам не надо выбирать между разными типами хранилища, разными линейками. Вы выбираете всегда внутри одной непрерывной линейки систем хранения данных. И за этим у нас большое преимущество. Что касается сохранности инвестиций, для IBM это всегда была ключевой задачей. Поэтому наши хранилки умеют дружить, кластеризироваться с самыми старыми системами хранения данных, которые навесили до этого наименования Storewise. Мы можем кластеризироваться с вторым, с вторым с половиной, с третьим поколением систем Storewise. Это значит, что те заказчики, которые покупали хранилку тогда, когда не было еще речи про NVMe, про NVMe-носители, про Storage Class Memory, тем более, они могут получить и дополнительную производительность, и дополнительные технологии, которые замечательно будут служить в рамках их инфраструктуры с обновленными контроллерами или с кластерной системой старых и новых контроллеров линейки под управлением спектра Virtualize. Естественно, эти системы хранят друг с другом, дружат с точки зрения репликаций. И опять же, в случае необходимости мы можем делать достаточно сложные схемы с использованием разного поколений и разного уровня системы. Миксовать это все так, как нужно заказчикам, так, как максимально гибко и эффективно для конкретного данного случая. Если же заказчик в свое время выбрал не IBM, бывает, люди ошибаются, мы можем помочь ему виртуализировать внешние хранилища. Как я уже говорил ранее, данный функционал с нами уже почти 18 лет. Очень большая матрица совместимости, более 500 систем хранитных разных линдеров. Мы их полностью поддерживаем. Это значит, что вся емкость хранилища, которая управляется спектром Virtualize, она, по сути, доступна нам для выполнения всех расширенных функций. Будь то миграция данных, тиринг, создание снимков, репликации. Все это доступно на гетерогенном наборе систем хранилища данных под управлением нашего виртуализатора. Будь то отдельная флеш-система или система виртуализации с end-volume-контроллером. Все это дает заказчикам гибкость и повышенную сохранность инвестиций. Теперь поговорим про уникальные особенности наших хранилок. Дело в том, что с обычными традиционными SAS SSD и NVMe SSD дисками более-менее все разобрались. Большинство вендоров, так или иначе, выпустило систему хранилища данных на базе NVMe-носителей. IBM был первым, кто перешел полностью на эту линейку, но, тем не менее, остальные догоняют. Но мы стараемся быть впереди всех на шаг вперед, и поэтому разработали специализированные носители, которые используют тот же самый форм-фактор 2,5 дюйма. Снаружи похожи на традиционный диск, но чуть потяжелее, потому что внутри, естественно, находится куда больше аппаратных составляющих. Эти Flash Core модули производит IBM сам совместно с компанией Micron, и они отличаются от всех традиционных дисков большей надежностью, расширенным функционалом за счет внутренней логики, ну и, конечно же, емкостью. Обратите внимание, самый жирный наш Flash Core модуль – 38,4 терабайта. Это позволяет нам сделать хранилище непревзойденной емкости, как в сыром виде, так и в эффективном с учетом аппаратной компрессии и дедупликации данных. Поэтому системы хранилища данных IBM сейчас являются самыми плотными на рынке, с точки зрения как плотности IOPS на юнит, так и, собственно, просто обычный гигабайт хранения данных. Будь то сырые или, так скажем, компрессированные, эффективные. А если вдруг вам не хватило NVMe-емкости, вы всегда сможете расшириться нашими суперплотными полками по 92 диска в 5 юнитах. И, опять же, совокупно самое плотное решение на рынке. Вы знаете, плотность иногда людей веселит, как бы такой неочевидный параметр, тем не менее зайдите в современные ЦОДы. Проблема подведения электричества к стойкам, проблема массы, которая предельно выдерживается стойкой в ЦОДе, это все проблемы, с которыми мы сталкиваемся на территории ЦОДов наших заказчиков. Поэтому плотность немаловажная особенность, и тут IBM хорош. И еще один тип хранения данных – Storage Class Memory. Именно уровень хранения данных. Не продолжение кэш-памяти, а уровень хранения данных на базе Storage Class Memory. Это Intel Optane и Samsung ZSSD. Уникальная особенность, такого нет у большинства производителей. IBM был первым, кто реализовал подобного рода связку, и мы поговорим об этом тоже чуть-чуть подробнее. Теперь в больших деталях про наш замечательный Flash Core модуль. Это, на самом деле, вторая генерация Flash Core модулей. Первая генерация у нас была в линейке StoreWise V7000 Gen 3 и в первой линейке Flash Systems 9000. Сейчас мы ее немножко переработали, выпустили новую емкость на Flash Core модуль, добавили новые технологии. Тем не менее, работая на сохранность инвестиций наших заказчиков, старые системы с поддержкой NVMe могут использовать современные Flash Core модули, и мы можем их миксовать внутри системы хранения данных со старыми Flash Core модулями. Это опять про историю про сохранность инвестиций. Зачем вообще IBM придумал новые Flash Core модули, какие-то свои носители? Потому что они более надежные и более производительные относительно любого текущего NVMe SSD, тем более там SAS SSD. Во-первых, количество циклов перезаписи. Два, без учета компрессии, на самом деле компрессия всегда включена, поэтому не менее четырех. Как показывает практика, это использование новейших NAND многослойных, которые позволяют такую плотность большую получить. Это использование уникальной технологии перепрограммирования ячеек, когда мы можем получить псевдо-SLC и получить большую производительность на операциях записей. Это вообще шаг вперед относительно текущих технологий хранения данных. И, естественно, мы сохранили старые наработки, которые умеют делать и защиту от отказов единичных чипов хранения данных. То, что уникально для систем хранения данных, ни один другой SSD-диск не может пережить отказ NAND чипа. Я сейчас говорю не про ячейки внутри него, которые вытираются, которые мы заменяем. Это очевидно, это понятно. Я говорю про потерю типа целиком. Мы можем потерять, в зависимости от емкости флешкур-модуля, несколько чипов, вплоть до 6-7. И пережить это с точки зрения систем хранения данных не будет считаться чем-то страшным. Мы продолжим работать и просто восстановим данные на имеющуюся спеи емкости внутри флешкур-модуля. Кстати, спеи емкости внутри флешкур-модуля порядка 20%. Мы пишем полезную емкость, а вот на уровне аппаратном емкость куда больше, естественно. За счет этого мы снижаем и эффекты от Gabbage Collection, и, естественно, эффекты от Write Amplification. Чем больше емкость внутри, тем проще нам работать с флеш-носителями, чтобы увеличить производительность носителя, чтобы позволить расширенные функции, такие как аппаратную компрессию, реализовать, чтобы следить за здоровьем ячеек, нам, естественно, нужна какая-то логика. Внутри флешкур-модуля такая система хранения данных, внутри системы хранения данных. ФГПА, которая имеет свой отдельный кэш. Да не просто кэш, а на базе магниторезистивной Spin Transfer Torque Memory. Что это за память такая? Это память, которая по параметрам производительности на операциях записи очень близка, в пределах одного порядка, то есть в разы отличается по производительности от D-RAM, при этом по надежности не сильно ей уступает, и самое главное, она является энергонезависимой. Нам не надо пихать какие-то дополнительные элементы питания, батарейки, внутри этих флешкур-модулей, они энергонезависимы. Что это значит? Это значит 20 гигабайт памяти, супербыстрой, супернадежной, суперэффективной, для того, чтобы наш ФГПА умел делать что? Компрессию аппаратную. Непревзойденная компрессия с точки зрения как производительности, так и того, что это реализовано внутри конкретного модуля. Что еще? Технологии оздоровления ячеек. Это и изменяемый вольтаж, это и перепрограммирование ячеек в псевдо-СЛС, это и тиринг внутри. Все это невозможно, если вы не будете использовать какую-то логику на базе отдельного элемента хранения. Поэтому обе мы придумываем флешкур-модули. Как я уже говорил ранее, совместно с компанией Micron, они нам поставляют чипы. Они же также с нами делятся историческими данными по наработке на отказ и так далее. Мы можем снимать кучу телеметрии с каждого чипа и следить не просто за количеством циклов перезаписи, а именно о здоровье ячейки как таковой. Потому что, очевидно, ячейки это производят. Это все-таки такой сложный процесс. А ячейка одна не похожа на ячейку другую. Просто смотреть на количество циклов перезаписи на нее, это не всегда эффективно. Зная про ячейку все, мы можем положить на те ячейки, которые, так скажем, медленнее, чем другие. Данные, которые мы читаем реже, чем данные, которые мы положим на быстрые ячейки. За счет этого эффективное расположение данных внутри FlashCore модуля. Это уникальный носитель. Еще раз повторюсь, подобной аппаратной компрессии на NVMe модулях нет ни у кого. Подобной плотности хранения на NVMe носителей нет ни у кого. Поэтому IBM здесь держит первое место с точки зрения подобных технологий. Про псевдо-SLC кэширование еще немножко расскажу. Что это такое? Вся емкость всегда доступна, естественно, заказчику на запись, кроме вот этой SP-емкости. Чипы, которые мы сейчас не используем, которые не записаны там, мы можем перепрограммировать и в угоду производительности пожертвовать емкостью. 1 к 4 мы размениваем примерно емкость и примерно так же увеличиваем производительность на операциях записи. Может даже больше. Когда FlashCore модуль заполнен менее чем на 20%, у нас доступна абсолютно вся емкость в виде псевдо-SLC. Это значит, мы быстрее на нее пишем. И вот из этого супер-быстрого кэша мы данные кладем именно на супер-быстрый уровень псевдо-SLC. С него вычитать быстрее. А вот по мере заполнения мы чипы перепрограммируем, и они становятся обычными QLC. Так вот, в пределах рекомендованной емкости по заполнению массива у нас всегда есть псевдо-SLC кэш. Поэтому заказчики получают и лучше ресурс хранения, и быстрее операции записи на сам БК. Это важно. Почему это важно? Потому что на самом деле, прошу прощения, потому что на самом деле конечный уровень хранения в виде нам чипов, он является достаточно медленным. Будет отдельный график, на котором я про это расскажу, но задумайтесь. Псевдо-SLC быстрее, с точки зрения записи, а вот обычный нам чип имеет задержку на операциях записи порядка от 2 до 5 миллисекунд. Мы с вами сейчас строим хранилище, которое работает с временем от каком меньше 1 миллисекунды. И можем упереться в производительность одного нам чипа. Это неприятно, поэтому IBM придумывает подобного рода технологии. Так, тот слайд, на который я выскочил чуть раньше. Поддержка строчекласс-мемори. Уникальная особенность, с точки зрения того, что IBM позволяет нам, своим заказчикам, хранить данные на этом уровне. Или использовать его в виде гибридного с помощью нашего функционала тиринга. Переноса горячих блоков между уровнями хранения. До трех уровней мы можем объединить. И дальше там, будь то обычные SAS диски или же какие-то NVMe диски, мы мигрируем данные на тот уровень, который нужен. На данный момент мы поддерживаем Intel и Samsung ZSSD в количестве до 4 штук на контроллер. В ближайшем софтовом релизе мы увеличим это количество. Поэтому, в принципе, на данный момент IBM, опять же, является лидером по количеству Storage Class Memory емкости внутри хранилища. А вот это очень интересный график. Это те технологии хранения, которые на самом деле у нас применены. Но в отличие от остальных лендеров, у них там нескольких этих вот уровней хранения нет. Так вот, обратите внимание, non-chip – самое медленное, что может сейчас использоваться внутри хранилища данных. Следом идет Storage Class Memory. Это Intel Optane и Samsung ZSSD. По скорости записи всего два порядка разницы между ними. По надежности, естественно, надежность куда лучше у Storage Class Memory. Тем не менее, вот наш SpinTorch магнитно-резистивная память, которую мы используем как кэш внутри Flash Core модулей. И, обратите внимание, с точки зрения производительности, абсолютно там же находится и дирам. Поэтому, с точки зрения IBM, нелогично продолжать кэш-память на Storage Class Memory, потому что она значительно медленнее. Логично делать тиринг между Storage Class Memory и non-chipами, чтобы не замедлять кэш, но чтобы именно ускорять уровень хранения данных. Помимо этого, IBM следит за эффективностью хранения данных, естественно, помимо аппаратной компрессии на Flash Core модуль, или в случае, если, например, заказчик не выбрал Flash Core модули, хотя по стоимости хранения данных Flash Core модули лучше, чем традиционное SSD с интерфейсом NAND, проверено многими заказами. Так вот, есть дополнительные технологии экономии данных. Это Data Reduction Tool, гибкая технология компрессии и дезубликации, которая у нас доступна даже с самыми маленькими машинками. От 2 к 1 до 5 к 1 позволяем улучшить эффективность хранения данных. И более того, дать на это некоторые гарантии. IBM готов подписаться под гарантированными уровнями компрессии и дезубликации. До 5 к 1, если мы сделаем отдельное исследование данных. 2 к 1 мы из коробки готовы подписывать с вами, если мы понимаем, что данные изначально не сжаты, не компрессированы, не подвержены какому-то шифрованию. Также у IBM есть еще одна дополнительная гарантия, 100% гарантия. Если мы с вами подпишем соответствующий договор и внедрим технологии аппаратного зеркалирования между двумя системами хранения данных и технологию Metro Mirror, это гиперсвоп, то мы гарантируем 100% доступность вот этого комплекса, что даст заказчику дополнительную уверенность в том, что он выбрал правильные технологии. Естественно, у нас безусловная гарантия на наши носители, вне зависимости от того, какую нагрузку вы на них положили. И мы можем гарантию нашу стандартную продлевать до 7 лет стандартными средствами. А после окончания жизненного цикла систем, естественно, у нас есть технологии по продлению, так скажем, этого жизненного цикла с помощью наших замечательных партнеров. И для тех заказчиков, которые хотят мигрировать данные с внешних родилок, бесплатный функционал, миграция данных, пожалуйста, пользуйтесь. В принципе, любой функционал IBM можно получить в виде демо на 90 дней, совершенно спокойно, просто обратившись к нам. Поэтому, если вы являетесь уже пользователями наших продуктов или хотите им не стать, пожалуйста, обращайтесь. IBM с удовольствием предоставит вам подобную возможность. Если коротко суммировать, так скажем, наши особенности, то первое, наверное, на что стоит обратить внимание, это взрослость линейки и то, на базе чего IBM строит свой флэш-портфолио, свой флэш-модельный ряд. IBM добавляет уникальные технологии, такие как флэш-кор-модули, такие как Storage Class Memory, гибкие технологии DRP, и старается удерживать эти лидирующие позиции, не забывая про своих заказчиков. Помните, Storage Class Memory и флэш-кор-модули второго поколения мы сделали доступными как для текущего поколения флэш, так и для наших предыдущих заказчиков. Мы не принуждаем наших заказчиков мигрировать на более новые флэш-массивы, мы позволяем им сделать правильный выбор и продолжать инвестировать в технологии IBM, которую они выбрали до этого. Также речь идет и про поддержку предыдущих, поколений флэш, с точки зрения кластеризации, с точки зрения репликации. Набор гарантий Flash Watch позволяет очень гибко использовать текущую инфраструктуру и получая гарантия дополнительно от IBM. Естественно, большой стек ПО, не только по мониторингу хранилищ, но также вспомогательные вещи, какие-то расширенные технологии мониторинга, в том числе и из облака, в том числе и с поддержкой каких-то технологий Watson Analytics, так сказать, искусственного интеллекта. Все это на службе у наших заказчиков. И, как я уже говорил ранее, системы хранения данных IBM сейчас являются лидерами с точки зрения производительности и с точки зрения плотности производительности, а также емкости, размещенной как на NVMe, так и на Storage Class Memory. Поэтому вот эта комбинация шикарного функционала, взрослого, проверенного технологиями IBM уже на протяжении многих лет и у многих заказчиков и инновации в плане технологий хранения, все это позволяет нам строить лучшие решения на базе наших лучших продуктов. Надеюсь, чтобы вам было интересно. Спасибо вам большое за внимание. Если что, я на связи. Мой имейл у вас перед глазами. Пожалуйста, обращайтесь ко мне за вопросами по поводу Flash-технологий и по поводу других продуктов IBM. Всем спасибо.